Издательство Эксмо Джо Аберкромби Цикл «Море осколков» Книга вторая Полмира Посвящается Еве Гибнут стада, родня умирает и смертен ты сам Но знаю одно, что вечно бессмертно Умершего слава Речи высокого Часть первая Изгои Достойные Он вдруг засомневался, замешкался Всего на мгновение, но ей хватило Колючка немедленно врезала ему по яйцам краем щита Парни орали, никто не хотел ее победы Но даже за общим гвалтом она расслышала, как Брандт застонал Отец наставлял колючку Бей без продыху, а то сразу убьют Так она и жила, к добру или к худу Но чаще к худу В общем, колючка зло и привычно оскалилась и свирепо набросилась на Бранда Долбанулась плечом в плечо Щиты с грохотом столкнулись и заскрежетали Парень пятился, взрывая песок морского берега и кривился от боли Ударил в ответ Она увернулась и с низкого замаха долбанула своим деревянным мечом ему по икре Прямо под край кольчуги Брандт к чести своей не упал, даже не крикнул Просто отскочил и скривился еще больше Колючка расправила плечи Пора бы мастеру Хуннану засчитать ей выигрыш Однако что-то стоял и молчал, подобно статуе в зале богов Некоторые наставники считали, что учебный поединок мало отличается от настоящего И прерывать его надо только после смертельного удара В смысле, смертельного, если б дрались с заточенной сталью Но Хуннану этого было мало Ему нравилось, когда учеников укладывали мордой в грязь И лупцевали побольнее, чтоб жизнь медом не казалась Колючка, надо сказать, ничего против не имела Поэтому она издевательски и тоже привычно улыбнулась и заорала А ну иди сюда, трус поганый Бранду, конечно, силой не занимать Вон какой бычина И решимости тоже Но он уже хромал, да и выдохся А еще ему приходилось идти в гору Колючка быстренько заняла выгодную позицию Она следила за каждым его движением Увернулась от одного удара, от другого А потом ускользнула от неуклюжего выпада в голову Дурачок даже и не заметил, что раскрылся сбоку Лучшие ножны для клинка, спина твоего врага Учил отец Бог тоже ничего, если вдуматься Ее деревянный меч глухо, словно бревно трескалось Ударил Бранду в ребра Тот беспомощно зашатался, а колючка расплылась в ухмылке Как же приятно вот так взять и наподдать кому-то Она уперлась ногой ему в задницу и несильным пинком отправила в прибой Парень повалился на четвереньки Волна с шипением потянула за собой деревянный меч А потом выкинула обратно на берег в мокрую грязь и водоросли Она подошла поближе Бранд, кривясь от боли, быстро вскинул взгляд Мокрые волосы залепили лицо На зубах кровь Хорошо она ему двинула Наверное, ей положено было жалеть поверженного врага Но колючка не жалела Никого и уже очень давно Жизнь такая, что не до жалости И она приставила ему к шее иззубренный деревянный меч И поинтересовалась Что делать будем? Ладно Он слабо отмахнулся Еще бы Бранд еле дышал Ему и говорить было трудно С меня хватит Ха! Торжествующе выкрикнула она ему в лицо Ха! Крикнула она в раз поникшим парням на площадке Ха! Крикнула она даже мастеру Хуннану И торжествующе вскинула меч и щит К плюющемуся дождем небу Ей вяло похлопали Побурчали Ну и все А ведь она прекрасно помнила Как тут рукоплескали всякой фигне А не победам Впрочем, она, колючка Здесь не за тем, чтобы всякие аплодисменты слушать Она здесь за тем, чтобы побеждать Иногда случается, что матерь война Коснется не мальчика, как обычно А девочки И тогда ее отправляют к мальчишкам И обучают искусству боя Но с каждым годом число их уменьшается Девочки предпочитают обращаться К естественным для их пола занятиям А тех, кто не желает это делать добровольно Заставляют А тех, кого не заставишь Бьют смертным боем И травят, и орут на них Пока не выпалют эту дурную траву с корнем И в отряде не останутся лишь славные мужи Природой предназначенные к воинскому делу Если ванстерцы переходили границу Или приплывали островитяне Или в дом забирался вор О, женщины Гетланда быстро хватались за мечи И сражались не на жизнь, а на смерть И неплохо сражались, надо сказать Истри так повелось Но чтобы баба и вдруг прошла испытание Принесла присягу и стала воином Среди воинов в отряде Отродясь, такого не слыхали Нет, конечно, про это дело байки рассказывали Песни пели Но даже старая Фен, прожившая на свете Дольше всех жителей Торлбю Да что там Торлбю Люди говорили дольше всех людей на свете Никогда не видела такого За все несчетные годы своей жизни А вот теперь это взяло и случилось Сколько труда вложено И травили ее, и лупили Но она всех их уделала Колючка прикрыла глаза Матерь моря поцеловала ее Во взмокший лоб холодными солеными губами Как бы отец обрадовался, будь он жив Как бы гордился дочкой Я выдержала испытание Прошептала она Пока нет Колючка никогда не видела Чтобы мастер Хуннан улыбался И чтобы хмурился так, как сейчас Тоже не видела Я сам решу, какие испытания тебе назначить И сам решу, прошла ты их или нет И он оглядел шеренгу ее сверстников Парней шестнадцати лет от роду Некоторые стояли, надувшись от гордости Как же, они уже выдержали испытание Раук, шаг вперед Будешь биться с колючкой Брови парня поползли вверх Он смерил девушку взглядом и пожал плечами Ну и ладно И шагнул вперед, раздвинув плечами дружку Подтянул щитовой ремень Подхватил учебный меч Этот дрался жестоко И умело Силой он, конечно, выступал Бранду Зато и сомнений не знал Ну и что? Колючка уже побеждала в схватке с ним И теперь Раук Повторил Хуннан и уткнул шишковатый палец в следующего И ты, Сордов И Эдвал Радость Предвкушение победы Все это мгновенно улетучилось Вытекла из нее, как грязная вода Истреснувшая лохани Среди парней послышался ропот Все глядели, как на песок тренировочной площадки Выбирался Сордов Здоровенный медлительный тугодум Который, тем не менее, никогда не упускал шанса Оттоптаться по поверженному противнику Толстые пальцы застегивали ремешки кольчуги Эдвал, быстрый и узкоплечий парнишка С копной каштановых кудрей Мялся и не выходил Колючка всегда считала его одним из лучших бойцов Мастер Хуннан, но нас же трое Хочешь в поход? Усмехнулся Хуннан Тогда шаг вперед Это приказ Кто ж не хотел в поход? Все хотели И колючка тоже хотела Очень, очень хотела Эдвал обвел остальных хмурым взглядом Но никто не решился возразить мастеру И парень скользнул между сверстниками И с явной неохотой подхватил деревянный меч Это не честно! Обычно колючка держалась молодцом Даже в самых отчаянных переделках Но тут она заблеяла, как овечка, которую гонят под нож Хуннан насмешливо фыркнул Это площадь, милая моя, поле боя А на поле боя там, знаешь ли, не до честности Запомни это на прощание Некоторые захихикали Наверное, те, кого она успела отметелить в прошлом Бранд смотрел на то, что происходило из-под упавших на лицо волос Ладонь все еще зажимала окровавленный рот Другие опустили глаза Все знали, что это нечестно И всем было плевать Колючка сжала зубы и обхватила пальцами щитовой руки мешочек, висевший на шее Крепко так обхватила Сколько себя помнила, она всегда была одна против всех И всегда дралась против всех Потому что колючка — боец Этого у нее никто не отнимет И она им сейчас покажет, на что способна Они надолго запомнят этот поединок Субтитры создавал DimaTorzok